Молитва о них И Бог творит с созданием Своим все, что Ему благоугодно. Вы смотрите телевизионные и пархиальные обозрения, информационный проект Одесской епархии Украинской Православной Церкви. В нашем выпуске сегодня рассказ о таких важных событиях. В воскресенье 17 октября митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил божественную литургию в Свасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. Нашу митрополию посетил митрополит Нежинский и Прилугский Климент во главе молодежной православной делегации Нежинской епархии. При Свято-Иверском Одесском мужском монастыре открылась традиционная выставка-ярмарка «Иверская». 17 октября, когда в Православной Церкви вспоминается обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Одессы в сослужении духовенства епархии. 17 октября, воскресный день, когда Церковь празднует обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, православные христиане города Одессы пришли им помылиться в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где правящий архиерей Одесской епархии, владыка-митрополит Агафангел возглавил торжественное богослужение. Благословено Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Преподобный Гури в миру Григорий родился в городе Радонеже. Любил подавать нищим милостыню, а охранял свое целомудрие, держал строгий пост. В юношеском возрасте Григорий Одан был на служение в дом князя, где, угодив господину, вызвал любовь в свой адрес. Это послужило основой для появления зависти у сослуживцев, поэтому они обвинили юношу при любодеянии женой князя. Господин приказал убить Григория, но его сын упросил пощадить юношу. Когда князь узнал, что Григорий не виноват, он освободил молодого парня от смерти, но позже, все же побеждаемый злобой, он посадил невинного Григория в глубокий ров. Голод, холод, недостаточное количество пищи и воды. Тяжело было положение невинного стародальца, но он не унывал, оценил, что темница избавила его от соблазнов и тревог мирских, что уединение доставило ему полную свободу готовиться к вечности. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Прежний друг Григория упросил сторожа подойти поближе к окну темницы и во время разговора предложил доставлять ему приличную пищу. Григорий отказался, сказав, что питается благодатью Божией, взамен попросив чернил и перьев для писания азбук, по которым обучает детей грамоте. Через два года по повелению Божию юноша ушел из темницы в Успенский Иосифский монастырь, который находился в другом городе, взяв икуну Пресвятой Богородицы, которую он имел с собой в темнице. И пусть ее благословение всегда пребывает над нашим градом и покров Царицы Небесной, потому что этот собор, это величие благодати Божией, Духа Святого, преображение Господне. И каждый из нас приходит сюда помолиться, преобразиться в сочище и добрее. Здесь Григорий принял постриг монахи с именем Гурия и стал добрым иноком и постником, а немного позже был удостоен стать игуменом этого монастыря. Но поболезнее оставил это послушание. Когда же Бог покорил царю Ивану Васильевичу город Казань, тогда по совету митрополита Макария, собором святителей Гурий поставлен был по жребию первым архиепископом города Казани. В сане святителя он проводил такую же богоугодную жизнь, питал нищих, неимущим, подавал все нужное, заступался за бедных. Блаженная кончина святителя последовала 4 декабря 1564 года. Честное тело его было погреблено в Спасо-Преображенской обители за алтарем у Большой Церкви. 15 октября Одесскую епархию посетила молодежная делегация во главе с Высокопреосвященнейшим Климентом, митрополитом Нежинским и Прилукским, который в день приезда возглавил Божественную Литургию в Святоуспенском кафедральном соборе Одессы. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, паломникам провели экскурсию по святыням Одесской епархии, а также организовали встречу молодежи с владыкой Климентом на Андреевском подворье, где молодые люди могли задать интересующие их вопросы. В пятницу 15 октября в Одессу с дружественным визитом прибыла молодежная делегация паломников, возглавил которую митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент, председатель синодального информационно-просветительского отдела, председатель учебного комитета и член Церковного суда Украинской Православной Церкви. По приезде в Одессу Высокопреосвященнейший Климент возглавил богослужение в Святоуспенском кафедральном соборе. 15 октября церковь чтит память священномученика Киприана и мученицы Устины. Из жития известно, что святой Киприан сначала был шрицом языческим и искусным чародеем, потом уверовал во Христа, служил Господу и был избран епископом антихийским. Мученица Иустина, святая дева, которая молитвой и крестным знаменем совершала чудеса, чем я обратила ко Христу святого Киприана. По преданию священномученик Киприан обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идола, и их капища были заброшены. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумени. Впоследствии оба они приняли мученический венец. К этим святым угодникам наш благочестивый православный народ всегда обращается в молитве, ожидая от них особой помощи против духов злобы под небес. За божественной литургией в день памяти Киприана Иустины владыке Клименту сослужил архиепископ Арцийский Виктор, викарий Одесской епархии, также духовенство и гости митрополии. По завершении богослужения было совершено славление перед почитаемой иконой Божьей Матери Касперовской, после чего на протяжении дня высокопреосвященнейший Климент и паломники знакомились с городом и его святынями, возрожденными многолетними трудами правящего архиерея епархии, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Вечером того же дня в актовом зале Андреевского подворья была организована встреча, где глава синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви встретился с православной молодежью и учащимися духовных школ Одесской епархии. После небольшого предисловия митрополит Климент ответил на вопросы, интересующие молодых людей. Речь шла об эволюции, вакцинации, роли женщины в церкви. Был также задан вопрос касательно перевода богослужений на современный язык. Всеми доказано, что богослужение становится понятным меньше всего от того, на каком языке оно совершается. Богослужение является собой литературную трансляцию, молитву, которые созданы на основе библейских текстов. И тот человек, который не читает Библию, если это даже будет на русском языке звучать или на украинском языке звучать, он все равно богослужение не поймет. А невозможно себе представить эволюцию, понимая всю сложность организации человека. То есть, например, появился глаз. Некоторые говорят, что сначала появилось что-то одно, другое. На каком-то этапе появился глаз или рука появилась, или лапа, образно говоря. Но если она появилась сама по себе, вот иногда мы знаем, рождаются дети, у которых есть какая-то аномалия в развитии, дополнительный орган какой-то, две головы или три руки. И эта вот третья рука, она проблемная, она не помогает, она мешает. И кроме того, когда появляется этот дополнительный орган или какое-то новое что-то образование в человеке, то одновременно должно произойти сразу миллион мутаций, потому что нужно, чтобы не только этот орган появился, но также появились кровеносные сосуды, которые питают этот орган. Нервная система должна измениться для того, чтобы иннервировать этот орган. Нужно, чтобы в взаимодействии с другими органами сразу же одновременно, чтобы возникло миллион мутаций, и тогда бы этот орган закрепился в организме. Это бы не один глаз, одновременно два глаза надо, чтобы появилось, чтобы у них была бинарная такая система. Чтобы сохранить просветительский дух встречи, вечер продолжался интерактивом в виде викторины по Святому Писанию. Принять участие в ней смогли все присутствующие, подключившись к программе через свои смартфоны. Победители получили памятные призы, а завершением вечера стало выступление хора Одесской епархии «Миротворцы». Песня «Миротворцы» Очень отрадно, что, несмотря на то, что Владыка Клинит является митрополитом и управляет довольно-таки большой епархией, он нашел в своем плотном графике время пообщаться с молодежью Одесской епархии. Конечно же, задавались Владыке различные вопросы, причем по интересным направлениям. И Владыка очень лаконично, очень грамотно отвечал на них. Я хочу поблагодарить Владыку Агафангела и всех организаторов, всех, кто причастен к организации данного мероприятия, потому что все было на высшем уровне. Было очень приятно, что был и хор. Хор пел великолепно. В подобных встречах я ранее не участвовала, было просто интересно, что вообще будет. И честно, за эти два дня паломничества накопилась большая усталость, хотелось просто отсидеться, но эта встреча очень порадовала, потому что было много всего интересного и запоминающегося. Молодые деситы благодарны Владыке Клименту за интересную встречу и открытый диалог, в ходе которого услышали ответы на многие вопросы. В свою очередь, гости епархии передали сердечную благодарность митрополиту Агафангелу и принимающей стороне за внимание, за море полученных положительных эмоций и выразили надежду на то, что снова посетят нашу гостеприимную Одесскую митрополию. 17 октября по благословению Владыки Митрополита Агафангела, благочинный 1-го Одесского городского округа протеерей Павел Полищук совершил чин отпевания участника обороны Одессы полковника Николая Москового. На фронт Николай Иванович ушел сразу со школьной скамьи. В июне 41-го ему было всего 17 лет. Служил в пехотном полку, затем в саперной роте воздушно-десантного корпуса. Получил несколько ранений, чудом остался жив в составе боевого десанта на Новую Землю. В отделении разведки инженерного батальона 10-го гвардейского стрелкового корпуса принимал участие в освобождении Украины и прошел всю страну. Освобождал Донбасс, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Запорожскую области. Потом были Молдавия, Болгария, Румыния, Австрия, Югославия и Чехословакия. После победы Николай Иванович еще три года занимался разминированием мест боевых сражений. Среди его наград медали за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией, за взятие Будапешта, за взятие Вены, за освобождение Белграда. Честуя ветеранов, Одесская епархия посещала Николая Ивановича. В день прощания с Николаем Московым от лица владыки Агафангела протеерей Павел Полищук выразил соболезнование его близким и родным. Субтитры подогнал «Симон» Память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Христа, празднуется Церковью 19 октября. Апостола Фому называют апостолом веры в память о его сомнении при встрече с воскресшим Господом Иисусом Христом и обретенной вере. И в сегодняшнем мире без верия его пример как никогда актуален. Церковь, как верная хранительница священного описания и предания, сообщает нам, что апостол Фома был родом из галилейского города Пансады, занимался рыболовством. Услышал благовестие об Иисусе Христе, Фома оставил все и последовал за ним. Евангелие представляет пред нами Фому, преданного своему любимому учителю. И как можем посметь мы назвать апостол неверующим? Ведь он готов жизнь свою положить за Господа. Когда Спаситель хотел идти в Вифанию к умершему Лазарю, ученики отговаривают его, говоря, «Рабви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Но здесь раздается твердый, исполненный храбрости голос апостола Фомы «Пойдем, и мы умрем с ним». Эти слова – суть образ подлинного ученика, готового следовать за учителем всю свою жизнь. Так апостол Фома в числе 12 учеников служил Сыну Божьему во время всей его земной жизни. И когда Христос воскрес, он неоднократно являлся своим ученикам и, показывая свои руки и ноги, давал каждому из них истинное свидетельство и доказательство своего воскресения. Но апостол Фома, который не присутствовал ни при одном из таких явлений, проявил некое сомнение, сказав на слова учеников о том, что они видели Господа. «Если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в ран от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра, то не поверю». И вот на восьмой день после своего воскресения Господь явился ученикам, собравшимся в Сионской горнице на молитву. Двери были заперты. Иисус Христос вошел к апостолам при закрытых дверях, и сказанные им Фоме слова «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою, и вложи в ребра мои». До глубины души потросли сомневающегося ученика, и он воскликнул «Господь мой и Бог мой». Тогда Христос, устремляя мысли свои к будущему, и имея в виду всех тех, кто, по примеру о Фомы, будет сомневаться и отвергать подлинные свидетельства апостолов, сказал Фоме «Ты поверил, потому что увидел меня, но блажены не видевшие и уверовавшие». Нами сейчас порой хочется услышать отчетливый ответ на нашу молитву, увидеть особое присутствие Бога в мире. Мы и наблюдаем за проявлениями промысла Божия в мире через рассматривание природы, этого естественного откровения Божьего. Но весьма часто люди говорят «У меня нет веры», имея в виду примерно то, что у них нет радостного переживания присутствия Божьего. И тогда забываем мы пример веры апостола Фомы. Бездуманно употребив народную поговорку, мы дерзко называем его неверующим. Забываем, что после того, как святой апостол, увидев Христа, воскликнул «Господь мой и Бог мой», он отправился к диким варварским народам, обитателям Индии и Персии. Забываем его мученическую кончину за имя Христову, когда люди, не принявшие проповедь о Божественном Логосе, пронзили тело апостола Фомы пятью копьями. Забываем также многочисленные чудеса исцелений, исходящие от его святых мощей. Пример апостола Фомы показывает, что там, где человек совершает выбор быть со Христом, следовать за Ним, оставаться с Его учениками, даже если никакой уверенности нет, Христос Сам приходит, чтобы дать человеку эту самую веру. Фома зовет и нас коснуться Спасителя своими собственными перстами, не остаться вне брачного чертога Христова. Ибо Христос любит ищущих, требовательных слушателей, подлинных учеников, слушающих Божественные словеса и всячески их исполняя в своей жизни. Господь хочет, чтобы мы были живыми, истинными, старательными и трудолюбивыми. И блаженство таких людей особенно велико, когда они решают веровать, не видев. Преподобный Амвросий Оптинский – человек, чье слово возвращало радость в души отчаявшихся, печалило сердца грешников, поражало глубиной даже великих философов, а молитва давала мгновенное действие. 23 октября Православная Церковь чтит память святого. Оптина Пустыня с давних времен прославилась многочисленным сонмом подвижников христианского благочестия, которых Православная Церковь прославила в лике преподобных, то есть уподобившихся Христу в своей жизни. Среди них особым образом выделяется Амвросий Оптинский. Он был человеком высокого ума и вместе с тем глубоким аскетом. Еще в молодости, учась в семинарии, из-за продолжительной болезни он дал обет стать монахом, который впоследствии и исполнил. В Оптиной Пустыне Александр Гринков, так звали старца в миру, принял монашеский постриг с именем Амвросий в честь святителя Амвросия Медиаланского. И, проведя много лет в молитвенном созерцании, особым способе познания Бога и мира, как и его небесный покровитель, получил от Бога особый дар. Видение человеческих сердец, сокровенных мыслей и желаний, знания будущего и прошлого. Все то, что не может быть постигнуто ограниченным человеческим разумом. Этот дар в наше время принято называть прозорливостью, а еще в Ветхом Завете его называли даром пророчества. Естественно, что такой человек не мог не привлечь внимание окружающих. И вот к иеромонаху Амвросию стал стекаться народ. Но люди шли к прозорливцу не для того, чтобы увидеть чудо, как какое-то представление, подобное тем, что устраивает магии колдуны. Они шли к нему с одной целью – узнать волю Божию. И в такие моменты этот благодатный человек приоткрывал завесу духовного мира особо нуждающимся в этом. Впрочем, делал он это нечасто, потому что не хотел приобретать славу среди народа по своему неподдельному монашескому смирению. «Я прославлю прославляющих меня», – сказал сам Господь в Священном Писании, о вернослужащих ему. И вот эти слова сбылись и в жизни оптинского иеромонаха Амвросия. Его посещал не только простой люд, но даже великие писатели и мыслители. И на всех их он производил особое впечатление. Старец всегда был неиссякаемым источником веры, любви к ближним, радости и доброты. Всегда, даже в период тяжелой болезни. Иван Васильевич Киреевский, знаменитый русский философ, отзывался о старце как о человеке необычайного ума и духовного совершенства. Помимо духовного окормления паствы, преподобный Амвросий занимался еще и переводом книг, творений святых отцов. В этом ему помогало доскональное знание пяти языков. Память и почитание преподобного Амвросия Оптинского ставят его наряду с такими святыми, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадтский. Так сбываются слова пророка и царя Давида. Праведник цветет, как пальма, и возвышается подобно кедру на Ливане. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, с 16 по 26 октября на территории Свято-Иверского Одесского мужского монастыря в преддверии празднования престольного торжества обители Иверской иконы Божией Матери состоялась традиционная осенняя ярмарка. На ней представили продукцию многочисленные монастыри Украинской Православной Церкви и Братских Церквей, а также народные умельцы из разных уголков Украины. Ярмарки и городские гуляния издавна были частью нашей культуры и истории. Они получили широкое распространение в 18-19 веках. Ежегодно проводились до 3000 таких мероприятий. В те времена в деревнях и селах торговля практически отсутствовала. Поэтому ярмарки стали для простого народа очень удобным местом, где можно было продать излишки своей сельскохозяйственной продукции, прикупить обновки и другие необходимые товары. А что такое православная ярмарка и с какой целью она организована, мы спросили у гостей традиционной Иверской ярмарки, которая состоялась в Свято-Иверском Одесском монастыре в преддверии престольного торжества. Для нас все интересно, потому что представление монастырей, которых ты не сможешь поехать, возможно. Если поедешь, неизвестно когда. Тут возможность заказать службы и о наших усопших, которые ждут нашей помощи, и о нас живых, которые нуждаемся. Тут много чего интересного можно взять. Ну, и в плане, вот мы решили поддержать просто монастырь, купили в одном огурчике, в другом свечи. В Свято-Успенском. Да, в Свято-Успенском. И сама обстановка, это радость, которая... Шестерные изделия. Вот мы взяли подарки внукам. Самая радостная обстановка, очень приятные, благожелательные люди. И очень довольны, очень счастливы, что организовалась эта выставка. Скажем больше, я лично ждала давно. По благословению Высокопреосвеченнейшего Агафангела Митрополита Одесского и Измаильского, в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре 16 октября открылась традиционная выставка-ярмарка «Иверская», которая продолжит свою работу до престольного праздника обители 26 октября. На ярмарке представлена продукция из многочисленных православных монастырей, а также от простых народных умельцев. Мы приехали из Западной Украины, привезли натуральные виробы из шерстяны, это хутеринь, можно сказать, виробы из овчинки, из козячого пуха. Это все ожитковое, очень теплесенькое, все натуральное. Мы сейчас имеем удовольствие участвовать в ярмарке на территории Свято-Иверского монастыря, представить старейшие две замечательные фабрики, Спартак и Комунарка, которые отличаются и по качеству, и по стандарту, и большой ассортимент. Приглашаем всех прийти на территорию Свято-Иверского монастыря и попробовать нашу замечательную продукцию. Будем рады вас всех видеть. Ассортимент уникальный, очень большой, то есть начиная с шоколада, конфета шоколадная, батончики, коробочная. Огромнейший ассортимент и большое преимущество того, что не используются трансжиры, пальмовое масло и натуральные какао-бобы. Православная ярмарка – уникальная возможность не столько продать людям плоды своих трудов ради приобретения хлеба насущного, сколько передать им знания и опыт, дать возможность прикоснуться к прекрасному, дать духовное общение, не замыкаясь в одном городе, а знакомясь со всеми разнообразными традициями нашей Родины. Однако самое главное – в праздник вместе помолиться и прославить Бога и Его Матерь, значение которых в жизни каждого верующего человека невозможно переоценить. Все в жизни человека может пройти, но ничто не сможет отнять у нас сияющего, любящего сердца. Человек может отряхлеть телом, потерять многое из своей жизни, но остаться источником любви и доброты. К этому мы должны стремиться не мечтой, мы должны к этому стремиться подвигом жизни. Подвигом в том смысле, что мы должны в себе побороть все греховные наклонности без остатка. Себя любя, сосредоточенность на себе, все, что делает жизнь такой же мелкой, как мы сами, сводит все к масштабам моего эгоизма, моей выгоды, моего счастья. Первая заповедь, которая дана Христом, «Если кто хочет за мной следовать, и он никого не принуждает, если только ты хочешь, то отвернись от себя, не давай себе самому, своей жизни, своим заботам, своим желаниям стать между жизнью и тобой, между ближним и тобой, между Богом и тобой». Каждый раз, когда тебе вспомнится твое «я», каждый раз, когда оно потребует в жертву что-то святое, великое, как справедливость, как истина, как любовь, ради временного удовлетворения желаний или для успокоения души, то нужно сказать, как сказал Господь, «Отойди от меня, сатана! Я хочу думать о вечном, а не о временном, хочу служить своему Создателю, а не тебе». На этом мы совершаем нашу программу напомним, что по церковному календарю в ближайшие дни Церковь чтит в понедельник 25 октября память иконы Божьей Матери Иерусалимская, во вторник 26 октября память Иверской иконы Божьей Матери, престольный праздник Свято-Иверского Одесского мужского монастыря, 28 октября в четверг греческий праздник Охи, когда по традиции совершается торжественное богослужение в Свято-Троицком соборе Одессы. Мы увидимся с вами через неделю. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok